Тверским литераторам вручили по золотой и гнилой тыкве. Награждение ежегодной премии проходило в творческой атмосфере. Везде участников сопровождали тыквы. Для гостей приготовили выставку книг лауреатов премии. Тему продолжит наш корреспондент Наталья Чекет. Вручение самой вкусной литературной премии «Золотая тыква», учрежденной в 2003 году Тверским отделением Российского Союза профессиональных литераторов, прошла уже в 15-й раз. Жюри весь год искали, читали, оценивали книги и публикации, а теперь объявили победителей. В этом году лауреатов определяли по трем номинациям. Лучшая книга, лучшая публикация и гнилая тыква. Последняя вручается не за самое плохое произведение, а самую неоднозначную публикацию. Непринятое, непризнанное, самое противоречивое произведение. То есть у нас каждый раз люди приходят, это разные люди, они все приходят и с удовольствием получают эту премию. Мы ее ни разу никому насильно не давали. Место проживания автора значения не имеет. Премия вручается людям, связанным со столицей Верхней Волжье. Например, тот, кто здесь издается или приезжает выступать. В этом году почетную золотую тыкву получил путешественник и авантюрист Алексей Корзин. Его произведение – это мотивационная книга и краткий путеводитель о том, как он проехал 90 стран. Книга небольшая, рассчитана на то, чтобы человек в течение двух часов, трех, мог ознакомиться с какими-то кейсами. То есть это для того, чтобы вы сели в самолет, прочитали ее и вышли на чужую территорию уже подготовлены. Целый месяц я жил в Амазонии с индейцами Мацес. Жил их традиционным укладом, охотился на Капибарру, на Броненосцев, переплывал реку с черными кайманами, проходил по военной тропе Мацес до города Рекена. Гнилую тыкву присудили создателям текстов документального спектакля «Тверь-Тверь». Его написали жители столицы Верхней Волжье. Поэтому вручили премию двум случайным молодым людям, которым предложили получить тыкву. Они пришли и забрали награду.